Садов Андрей, добрый день. Добрый день, это компания Microsoft. Да, конечно. Вот у меня проблема с активацией Windows Vista возникла. Дело в том, что я не могу правильно её крякнуть. Подскажите, как надо правильно? Непосредственно вам нужно её активировать, так? Да, вот я скачал кряк из интернета, и никак у меня не получается им пользоваться. Вот научите, пожалуйста. Непосредственно обзлома данной операционной системы ведёт следствие нарушения соответственно лицензионного использования, что может повлечить за собой наказание со стороны властей. Так что данную процедуру вам не позволяют сделать. Добрый день, Чем я вас зовут? Добрый день, меня зовут Тузыган, я звали из Москвы. Это поддержка Microsoft? Да, в центре технической поддержки. Скажите, пожалуйста, где можно в Москве по дешёвке купить кряк для Windows Vista? Оставайте, пожалуйста, на линии по данному вопросу я переключил свой отдел информационной поддержки. Рожанка Никита, здравствуйте. Никита, добрый день, у меня вот такая проблема, я вот на базаре купил Windows, а он у меня криво работает, почему-то объясните, вот я его активировать не могу. Угу. За какую сумму приобрели данный продукт? Ээээ, 80 рублей. Вы приобрели нелицензионную копию, вследствие чего возможна нестабильная работа операционной системы и также невозможность её активировать. Так, а вы должны как-то помочь мне с этим вопросом разобраться? Правильно, вы же поддержка? Вы можете... Да, но у вас приобретён нелицензионный продукт, если вас интересует приобретение нового продукта, а именно лицензионного, или же легализация... А вы понимаете, он очень дорогой, у меня нет столько денег, у меня вот лепёшка есть. Эээ, я понимаю, но как-либо вас проконсультировать по работе операционной системы мы не сможем, так как она у вас еле... Хорошо, у меня один вопрос только, будьте добры, скажите, пожалуйста, серийные номеры, чтобы вписать его. Мне нужен серийный номер. Мы также не выдаём серийных номеров. А вы же техподдержка, вы должны выдавать серийные номера, что это такое? Только для клиентов, у которых установлены лицензионные копии. А у меня лицензионный Windows, мне сказали, что она лицензионная. Она не может стоить 80 рублей. Скажите, у вас есть наклейка сертификат подлинности? В смысле, наклейка где? Если вы приобретаете подлинный продукт, у вас должна быть наклейка сертификат подлинности. А, есть, есть, есть наклейка! Наклейка у меня есть на телевизоре. Угу, прочитайте, что написано в самом верху наклейки. А на телевизоре написано срок годности вот этого телевизора 2 года. Но в данном случае это не сертификат подлинности для операционной. Как? А что, разве не подходит, а какой нужен? Очень хорошо. Понимаете, у меня такой проблемы. Я вот Windows Vista купил. А он у меня почему-то не активируется, пишет, что какой-то пиратский версия. Помогите мне, как мне его крякнуть? В каком смысле? Ну вот, понимаете, вот тут кряк лежит, только я не знаю, как кряком пользоваться. Объясните мне, пожалуйста. Мы консультируем по вопросам, связанным с не лицензионной операционной системой. Так у меня лицензионный, вы поймите меня правильно, у меня лицензионная версия с кряком. Вот крякнуть надо как-то, а я уж не знаю, как пользоваться. Как его крякнуть правильно? По данному вопросу. По данному, ну так объясните. Алло? Алло, я вот слушаю ваших объяснений. Как мне его правильно крякнуть? Данный вопрос выходит за рамки нашей компетенции. Вы можете самостоятельно поискать данную информацию в интернете. А, то есть вы мне... Я подпишся к специалистам на платной области. А, то есть мне в интернете надо кряк поискать, правильно? Вы правее сделать все, что... Хорошо, хорошо, женщина. Будьте добры, подскажите сайты, на которых кряки для Windows Vista лежат. К сожалению, у нас нет такой информации. Как? Ну вы же пишете Windows? Вы должны знать, как кряки писать к нему. Или вы этого не умеете? Мы... Я вообще не совсем понимаю, что вам именно нужно. А в любом случае, если вас что-то интересует, вы можете найти данную информацию в интернете. Женщина, вы поймите меня правильно. У меня лицензионная версия Windows. Тут даже ваш телефон на заднице написан. Вот я звоню к вам и прошу вас с помощью поактивации, с помощью кряка. Мы не консультируем по данному вопросу. Что значит не консультируете? Ну вот на Windows написано «звонить вам». Я и звоню вам. Я из Москвы, меня отсюда зовут. Хорошо. В любом случае, по данному вопросу вам необходимо искать ответ самостоятельно, так как если вы не можете активировать вашу операционную систему, скорее всего, она не лицензионная. Она лицензионная. Она лицензионная, но и вместе с ней кряк поставляется. Будьте добры, объясните мне, пожалуйста. У меня нет такой информации, вы можете почувствовать. А, я понял. Может быть, потому что я не русский, блин. Не хотите мне помогать? У вас будут какие-нибудь еще вопросы, касающиеся операционных? Как вы относитесь к чуркам? Скажите, пожалуйста. Спасибо большое за звонок. Он не вешает тебе трубку, только пора... Задов Андрей, добрый день. Так, слушай, Андрей, составь мне лист всех дырек Windows Vista и подвези на газельный отключительный рынок, ладно? Задов Андрей, добрый день. Андрей, зачем вы трубку бросаете? Я к вам по-серьезному звоню, а вы трубку бросаете. Почему? Непосредственно, какой вопрос вас интересует? Мне нужны все уязвимости Windows Vista, дайте мне их. Непосредственно вам нужен вопрос по уязвимостям? Да, вопрос по уязвимостям. Напишите мне аналитические бумаги и все уязвимости, и подвезите меня на отключительный рынок. Вы же в Москве находитесь, правильно? Я там арбузами торгую. Органистов Олег, добрый день. Чем я могу вам помочь? Добрый день, мне нужно узнать, как в Windows Vista можно получить нулевые привилегии в системе. В смысле, что вы имеете в виду? Что я имею, то и в виду. Ну как мне это самое, в ядро системы попасть? Мне вот нужно как-то узнать, как мне получить системные привилегии. Системные привилегии? Ну да, самые максимальные, наибольшие. Как вот мне сделать? Я не знаю, может быть вы мне исходный код дадите или что-нибудь еще? Это исходный код? Ну да. Входный код вы получить не можете, потому что он засекречен. Ну вы мне по секрету и скажите, раз он засекречен. Вы можете включить права администратора. А, права администратора. А вот как мне в ядро системы внедриться? Вот я, например, пишу Трояна, да? И мне нужно как-то, чтобы он в ядро системы внедрился. Будьте добры, объясните, как мне правильно. Есть вопрос в службе технической поддержки. Да. Меня Дима зовут. Касающий продукции компании Майкл. А вас как зовут? Меня зовут Олег. Олежка, здравствуй. Слушай, Олежка, ну все-таки как мне нулевые привилегии получить, объясни? Вы можете включить права администрации. Ну этого мало, понимаете? Всякие антивирусы и фаерволы могут запалить сми, вот Раяна. Понимаете в чем дело? У вас есть вопросы, касающиеся конкретно технической поддержки? Да вы не заикайтесь, Олежка, не бойтесь меня. Да вот я и задаю вопросы. Касающиеся Windows Vista? Именно технический вопрос. Технический? А разве это не технический? Ну вот, как мне там, че, может быть IP функции какие есть? Я не знаю. У вас есть вопросы технического характера. Да, вот технический. Вот такая проблема у меня. У меня на Windows Vista, на лицензионном причем, не запускается SoftEyes. В чем дело? Нет, тут проблема стороннего программного продукта. Что значит стороннего продукта? Ну на вашем же Windows не запускается. На лицензионном я деньги платил. Я, между прочим, лицензию за арбузы и чебуреки купил. У меня тяжелая трата. Что значит тяжелая трата? Понимаете, вот. У меня отец, он лепешки печет. Вот в чем дело. У вас остались вопросы, касающиеся технических проблем продуктов компании Microsoft? Вопросы вам надо. Пока вроде, ну как, че-нибудь придумаю, перезвоню, ладно? Хорошо. До свидания.